Всем здрасте! Привет! ИКФА! Интерьеры! Я другое хочу сказать. А теперь ты говори другое. Друзья, всем привет! Отойдите от цвета, вы все выглядите ужасно. Зато добрые внутри. Муж! Очень тяжко, когда оператор, он же режиссер, он же монтажер по своему сительству, муж. Я же выезжать могу. Не пошлешь, понимаете? Потому что дом потом от веточка прилетит. В общем, мы в ИКФА. Мы уже сняли обзор по всему магазину, а сейчас мы хотим вам показать интерьеры. Ребят, скажу сразу, интерьеров не так много, как мы рассчитывали, но самое интересное мы вам покажем. И очень много базовых, которые есть в Нижнем Новгороде, которые вы в миллион раз видели. Мы повторимся по первому обзору, что ИКФА очень схожа, кроме расположения отделов. В СИКЕЙ НИНО. В СИКЕЙ НИНО. Итак, мы находимся в павильончике, кстати. И музыку сегодня врубили, кстати. А? Музку врубили. Как вы начали эту запись, и тут навалили музончик. Тридцать девять квадратов помещений, но здесь не тридцать девять, его по ходу разделили. Да, где его разделили, здесь явно не тридцать девять, здесь половина. Квадратов двадцать, не больше. Я вам сейчас сразу покажу, что он делал диссонанс. Тут как раз обновляют интерьеры. Интересное помещение, что-то наподобие гостиной. Конечно, много всего напихано, но как идею расположения можно взять за основу. Что мы здесь видим? Диван Хольмсунд в обивке Норвалда, в таком нежном зеленом цвете. Трехместный диван-кровать с кучей подушек. Это тот Тонорвалда, который мы пытались в Краснодаре раздербанить. Линейка Леоторб, в принципе, вся линейка Леоторб здесь представлена в классической форме. И верхний модуль, и стеллаж, и нижний сервант, и стеллаж с дверками. Это удобная мебель для хранения всякой-всячей. Но, тем не менее, я всегда склоняюсь, что открытые стеллажи – это пылесборник. Стеллаж должен быть закрытым, тогда это и лаконично смотрится, и у вас нет ощущения бардака. Конечно, в помещении очень много цветов, возможно, в обычной жизни столько не ставится. Но здесь, в принципе, нашлось место для всего. И для дивана, и маленький детский уголок, куча цветов, хранения, и еще и кресло Страдмон. Поэтому, кто примерно таким вот помещением владеет, и хочет что-то подобное, подумайте, возможно, вам подойдет. Но это не живой интерьер, очень много напихано. Ну да. В реальной жизни жить невозможно. Вы постоянно будете биться об мебель. А во что? Специальный Киевский… Специальный Киевский расположил максимально возможную мебель в этой комнате, чтобы был у вас какое-либо представление. Я очень переживаю за обзор. И появилась ли фантажия. Он вообще останется на YouTube, потому что очень много тренд-дренд-дренд. Чего? Музыки очень много. Ну, у нас микрофончик я сейчас погромче сделаю. Преимущество музыки. Надеюсь, не слышно будет. А по-другому никак. здесь так ну что мы плавно перетекаем следующий интерьер интерьер базовый подобные есть нижнем новгороде надеюсь немножечко небольшие изменения это гостиная где кипит жизнь со слов причем это под конкретное помещение жилой квартал квартал акварель 59 квадратных метров краска напольный парк покрытие то есть все расписано как надо здесь конечно же не 59 квадратов здесь небольшое помещение к сожалению не указано сколько тоже напихано много чего но здесь уже более-менее на жилое похоже дать уже есть пространство есть где подышать править и проводку здесь спрятан гардероб то есть помимо шкафа бреноса вы понимаете что одному человеку в этом шкафу практически не разместиться это очень мало места хотя муж у меня упорно уверяющим на семью четырех человек этом шкафа хватает для хранения зимних вещей и осених тоже сразу первый взгляд вообще моей первой ассоциации по этому интерьеру это молодая девушка велосипедист которая любит путешествовать не больше явно одна живущая да ну по кровати вот заметно что максимум кошечка тут есть смотри какой светильник я сначала дальше подумал что внутри расположена две лампочки одна белая другая цвет фуксер разноцветные а вот когда присмотрелся а тут же блин обман софит светильник а поначалу я думал очень оригинально соединив две лампочки внутри светильника и сделать такой вообще плотненькая ткань как на бантиках на камере к сожалению и ведут эту правильную поверьте моему опыту дима что хочу здесь отметить показать в принципе во многих квартирах есть такие небольшие ниши куда можно много чего спрятать здесь на консолях кстати консоль для свой для и свч анатоль оригинальное применение для велика да а почему виду а на улице лист хорошо выдерживает здесь спрятан велосипед корс для хранения несколько ящиков плюс даже коврик для йоги место для хранения всякого инструментария удобно когда есть какая-то маленькая ниша в которой и шкаф не воткнешь но нужно что-то попрятать поэтому как варе вариант в принципе небольшого жилого помещения и использовать можно можно пошли дальше знаешь куда хочу заглянуть вот сюда ну пошли 31 квадрат зона гостиной и рабочего пространства в принципе таким может быть какой-то айтишный офис даже когда сюда нет клиентов для клиенты когда они приходят а именно свое комфортное пространство для нахождения мы сильно здесь снимать не будем потому что здесь ведут уборку чтобы не смущать значит здесь базово беста лангруста ровор то есть по факту это даже может сказать спальня гостиная все в одном помещении и общий обзор сделал до чтобы вот что не случилось но это полно у нас как так как вы очень часто последнее время икея цвет фуксия у софитов дальше преобладать им табличек и у табличек да все такие меня потихонечку синего на что-то розовое ну может быть я художник я так вижу помещение 17 квадратов в новосибирске здесь сделана студия красоты в нижнем типа рабочего кабинета а здесь по факту дима это наш зал только у нас на 16 квадратов не наш зал а наша спальня наши спальни 12 квадрат но она чуть пошире тут не умеет или подлиннее в общем заходи давай не стесняйся аскеста на которые по нашему опыту спать невозможно только через топпер на ней можно дорыхнуть ну фактически да то есть вот здесь вот уже более-менее такой жилой интерьер здесь выделена зона для детской диван рабочее место вместо для хранения в основном преобладает серия бриллис немного эйкетами разбавлено стол микки диван аскеста мой любимый ковер на настолько он затопну что его даже не узнать в гриме кресло point пространство разделено двумя коврами это кстати является тоже разделение пространство имейте ввиду когда нет возможности разделить тканью либо какой-то перегородкой пожалуйста вот дим покажи каша не затоптанные грязненькие уже но тем не менее вот именно так можно делать зонирование на две разных зоны в принципе интерьер более-менее живой единственное что ну вряд ли наверное где-то может быть такие длинные комнаты есть хотя все может быть у нас есть но он и по уже и по не покурочен а если балкон соедине то мне кажется получится удачи на балкон наш как раздавать так она примерно и выйдет и проводку доделал дорожек а буду говорить зачем почему нас кистит а спать неудобно ну скажи повторить нас кисты мы говорили про это когда обзор делали векать спать почему не удобно мы пока были у ребят в тюмени наших автобонус наш учали спонсор кей сайберин велос я наверно скоро ролик мы с ними который буду как рекламу просто вставлять чтобы люди понимали о чем мы речь идет в общем мы спали с детьми на диване асхеста я одну ночь попробовала неудобно только через топпер диван классный но для сна без дополнительного матраса не предназначены побежали сюда 8 не идет иди сюда да пошли уже тебе говорю пошли скорее вот чешным делал как хочешь так снимай 18 квадратных метров тоже такая вот комната даже условно гостиная со спальной зоной здесь возможно живет подросток возможно взрослая женщина здесь такой интерьер вполне допустим квартире студии 18 квадратов такое живое помещение значит давайте разбираться что у нас здесь здесь у нас поин здесь кстати у нас очень интересные новые занавески сейчас же пошла мода на плесе даже раньше если были только юбки сейчас даже брюки плесированные ну так вот до эльдр торн коричневый плотные гардины с эффектом блэкаута кстати интересненько и побюджетней любимый санэл то что любимый санэл стал стоить аж 5 500 так давайте разбираться здесь стоит беденге который является диваном кроватью здесь стоит полноценный пакс на полтора метра здесь у нас сканевик который является тумба под тв и при этом же комодом сундучок маленький холл опять же и при диванный столик и при этом место для хранения рабочий стол ну тут получается да как бы такой рукодельный рабочий стол место для глажки кстати часто спрашивают а чтобы вот узенького а вот вам пожалуйста узенькая бесточка 3 800 это когда бесточка на 20 сантиметриков ну даже раз сама все молочевка и да две полочки ящичек иногда нужно вот такой чтобы закрыть скрыть вот это чтобы это не валялось давай смотреть что у нас здесь дальше здесь у нас ковровать каркас кровати чердака свента но здесь подразумевается все-таки наличие взрослого и ребенка да потому что ребенка где будет спать здесь и каркас кровати рабочее место диванчик и здесь дополнительно тоже как такое место для хранения это когда совсем в принципе небольшое помещение допустим мама с сыном да вдвоем здесь есть разделение зонирование с помощью штор 18 квадратов это маленькая студия одна комната квартира до в принципе да туалет ванна прихожая кухня вполне при этом есть где гостей угодно встретить с подружкой посидеть больше двух не больше двух больше двух не собираться так пойдем в следующий интерьер 19 квадратных метров кабинет он есть в нижнем он есть самаре он есть екатеринбурге есть москве они короче есть везде реально в чем отличие кабинета уфимского все просто вместо громадного кожаного дивана здесь стоит очень изящно мятного цвета лангруста на самом деле цвет то не мятный цвет светло-зеленый тем не менее вот нас фоне такого светло-зеленого оттенка коричневый играет другими красками здесь у нас известные вам стеллажи били дима зовет в кабинет библиотекой сюда очень классно вписывается картина очень напоминающая берег крыма евпаторию картина песчаные дюны здесь же серия мальм то здесь сочетание разных серий здесь мальм здесь серия били здесь же листы rb здесь же страдом он остром он статгольф но при этом за счет перехода в коричневый очень классно смотрится вращающее кресло и рфель ель мы его попробовали в действии в тюмени в кабинете товарищи рб софанина эльбисов они долго теперь будут говорить проще на чего нас во всех обзорах вы знаете нужно много киевской мебели и они дали нам снять рум-тур через тебя мы не успели вот дима поработал в этом кресле говорить мальм все-таки ему удобнее то есть если мы говорим про мужчину то мальм будет более комфорт не морем а то что женщина третьих лет марку слушай у нас за неделю за неделю мы проехали уже утечки у нас уже третье икея то есть не внутри одного города 3 икея икея тюмень икея екатеринбург киев а потом не стопроцентная скидка кстати смотри как интересно использована били не только библиотека не только какое-то хранение в карабах но еще и посудный красивый ну условно серван да раньше бы назвали наши бабушки но в общем таком кабинете можно в принципе хранить все вот я бы не отказалась не буду дискомфортненько было бы работе есть где прямой эфир провести здесь где встречу провести если под ремак эти даю берешь ты будешь до холодильник и горшок точно еще и стены забуровать иди снимай один 29 квадратных метров спальня гостиная дед детская зона подразумевается наличие двух деток а возможно даже трех деток потому что смотри грудничковая кровать раз дальше детская зона дошкольника 2 погодки да и детская зона школьника 3 то есть фактически это как будто бы родительская спальня я не представляю такую картину татьяну полноте так совсем молодой организм подрастающий и школа трон гремучая смесь не надеюсь тогда папа будет приходить только зарплату отдавать и уходить они подожди апология подразумевается малышарик спит тут а двое детей спят наверно лист или неважно где где спит главное что днем тут творится вот что вот вопрос как он задавал творится апокалипсис каждый день отчеток таким родителям кого такие дети и все одной комнате конец света не страшно число и я не думаю что белый цвет будет практичен потому что двое шпанов точно обрисую что-нибудь как минимум белый мебель но цветочек нарисует то есть как бы интерьер то интересный но он светлый красивый за счет того что небольшое помещение белый цвет дает дает еще больше визуализации до чтобы больше номинала к якобы до интернет это помещение но это непрактично диме просто дура на столом там есть двумя уже вот я наверно скотчем это завозу замажу вам рот и сразу поедем или это или музыку погромче у нас малая стала уже хотя ей нравится ей пока это потом был ставить я чувствую у меня прям жопу прямо сегодня прям дуровит где-то посидеть ладно давай изучать смотреть что здесь есть здесь у нас стеллаж колакс это удобная система для хранения школьника то сюда можно все разложить здесь у нас панели сходят причем аж под потолок по ходу есть в этом возможно необходимость но так-то обычно ну максимум четыре панели 6 панели это многовато дальше рамки место для творчества шкаф и кит идет здесь как комод хотя честно я бы поставил наверное или обхуз или бы поставила сканевик тот же не рентабельно с точки зрения детской плюс очень острый угол полка книжная которая является же детским ведь домиком флисад здесь у нас беста здесь у нас растущий стол поль со всеми прибамбасами для творчества дальше мы переходим здесь обхуз мастат фактически раньше это была линейка стуга теперь это вот таким образом мне очень интересно почему по четыре ручки на две дверцы наверно потому что я художник я так вижу не больше чтобы был наверно только чтобы был а дальше мы переходим здесь плавно кстати смотри как хорошо сочетается обхуз каркасы 55 неплохо встали с паксом а за счет чего казалось бы здесь есть разница да но она не так заметно плюс крышки дополнительные верхние как бы обрисовывать дает объемности не видно а самый главный час вам и главное то он одинаковый 11 вот и поэтому можно вот так сделать стену и будет принципе незаметно давай заглянем аж в трехметровый пакс ты подойдешь ко мне что здесь базовая подсветка полка штанга полка ничего нового ничего экстремального необычного все то же самое досмотрите дня хода о детская подозим детскую мы сейчас более подробно рассмотрим здесь у нас получается один два три полки для с корфами для хранения но это только хранение если мы говорим про постоянное применение вещей это неудобно и сюда максимум вещи одного ребенка дошкольника это скорее всего мальчика на девочку просто места не хватит поэтому если воплощать данный интерьер в жизни это бога с мальчиками семья из пяти человек нет но цвет розовый вот поэтому как-то не совсем такое ощущение что додумано пойдем еще посмотрим какие есть интерьером очень интересный интерьер дмитрий предположил что это скорее всего по формату квартира литовка которая из больших вот этих плит сделанных арки да и здесь снесенные балконы при этом юрьевич смотри что здесь прячется здесь условно уголок визажиста я думаю это не шибко комфортно в домашних условиях муж сидит кофе и упьют а здесь кого-то красит да кстати что ты я вот я вот хоть у меня есть представление визуализация да вот этого всех предметов в жизни мне не представляю чтобы на кухне краситься он не понимает что еще что-то допустим но хорошо пусть будет однокомнатной квартиры что до мест нету и так далее что от я по необходимости можно выделить уголок да а на кухне вас есть кухня начнется комната ну короче на кухне выделили уголок давай разбираться что у нас здесь есть интерьер на самом деле интересен чем я не понял я все-таки присадил я присадил свою кушку так здесь у нас фасада рингольд аскер сунтов кирсун принципе новые фасадики интересно смотрится глянец белый сочетание с темно-коричневым когда темно-коричневый низ и белый вверх это смотрится довольно таки объемно и летящим что мне понравилось дмитрий поверните камеру пожалуйста в сторону телевизора здесь же по факту выделена мини-зона как такая условная гостиная то есть по факту кухни но есть место для просмотра телевизора барная стойка по факту два стола и при этом большое рабочее пространство за счет острова за счет этого барного стола она все логичный кроме отдела краски валют мне что-то надо было сделать сделали мне еще понравилось вот здесь полка у нас навесная за 2000 год кирка 1999 это металлические полки в чем фишки этих полок они жесткие да это металл не знаю что я про не чисто визуально смотрю но ненадежно а мне чем нравится что и верх и низ можно использовать как можно можно это я тебе претензии поэтому никаких не продумать вот как можно винный шкафчик будет чем у нас она не дружит стабилизатор уехали сейчас сейчас не можно можно но в лучшем случае вино надо хранить что в любом 14 еще и вот так лежма так давай разбираться в кухне а здесь у нас барные стульчики стоят и покопаемся что в кухне кухне 67 тысяч пятьсот восемьдесят рублей размер 172 на 32 36 значит дополнительно мойка 15000 сифон 1100 смеситель 6000 и бытовой техники аж на 120 тысяч то есть сама кухня без начинок без раковина мойки получаете здесь скорее всего посуда мойка будет спрятана духовка вытяжка давай разбираться что у нас здесь есть здесь у нас базовая дверка для крупного просто большой выдвижной ящик угловой каркас которым вам а нет он вот здесь закрывается то есть спрятан сюда дальше под духовочный шкафчик здесь посудомойка вот она кстати узкой посудомойка который грозу мы такой возьмем получше опять тарелок на петлю до и благослови предоставил вытащите пожалуйста сережка все полу ну чуть подруг вот сам сам это и вот здесь кстати очень компактное хранение всякого есть ли у кого опыта владение вот такой раковины ну ты хоть покажи раковин какая кудра раковина норшон а знаешь самых дорогих раковин маленькая дорогая удобно ли вот это мыть а кстати при посудомойке по щарок у нас опыта мне кажется не нужно будет вот мы в квартире который заселились в уфу раковина небольшая глубоко этим очень удобно потому что у нас раковина большая но мелкая и мнению подожди она глубине примерно так же нет у нас мелки ну 33 4 сантиметра он мелче поддашь не спорты по женщине вот признайся ты посуду можешь да когда всегда его утром тебе дом не а колпак над колпаком кстати тоже правильно сделал выделено место под хранение тоже чаще всего это оставляет пусты почему кухни такая бюджетная без учета внутреннего наполнения все просто практически нет ящиков взяты дорогие фасады но ящики по минимуму отсюда ценник чудо нет судите сами так а вот это интересно входит сюда не везут 45000 двухметровая комбинация два больших ящика закрытые фасадами вот это дорого что вверху это да это очень дорого 3000 каждый петлю не любят эти удары еще так все мы пойдем еще поищем пойдем пойдем поищу ну что у файта последний интересный интерьер который мы нашли мы опять нашли интересное корее сочетание коричневой такой классической мебели здесь у нас пак здесь у нас серия маленькая пошла посмотреть под ратуру дим 15 квадратов классическая квадратная удобная форма чаще всего какой форма комнаты от застройщика что здесь могу выделить отдельно выделена рабочая зона это раз причем рабочая зона очень так интересно скомбинирована то есть фактически это и мужская и женская рабочая зона плюс еще и место для майкапа единственное что я не знаю кому как мне например вот на такое расстояние краситься неудобно то есть подвинуться даже если вот так неудобно то есть я крашу и близко к зеркалу но это как нас тут либо шар может но он был способ не больно дальше если мы говорим про домашнюю эксплуатацию кресло без колесиков тоже неудобняк то есть его нужно вот примерно вот так здесь нас стоит мальм здесь тоже кровать мальм уже с ящиками зона для книг для каких-то бумаг причем смотри что это маленькая библиотека да причем смотри здесь возможно даже как бы комнаты искусствоведов художников здесь лежат большие альбомы то есть чаще всего такие книги используют именно искусствоведы но это отдельная песня то есть вместо довольно таки много под эти вещи часть стеллажа выделено под украшение часть под книги зона для чтения повторюсь большая удобная кровать с дополнительным хранением виде выдвижных ящиков полки масла энда служит расположением рамочка картин это когда не хочу кучу дырок сверлить хочу две максимум мне тут помощью будет ну 6 9 что позову тут почему у масла энда и три штучки идут это маленькие масла энда сочетая это боль длины разного подрежда и отверстие полу короче много пойдем в пак заглянем пакс у нас здесь стоит аули хоксон 40700 размер 2 на 66 на 2 36 здесь тоже разграничение по полаговому можно сказать признаку выдвижные корзины разделитель вот это вот удобный модуль такой более женский мужчин его не понимает сюда можно сумки складывать влеку ну то оставьте пожалуйста портоплет наш любимый сумочку его нет нигде по россии щас а нет в уфе оказывается есть вот я хочу раз жителям гордо уфа вам повезло пока есть наличие берите и 300 сколько километров они с нами намотали до штанга и стандартная полка наверх вообще когда берем шкаф 236 верхняя полка обязательно для того чтобы вы могли какое-то не сезонное хранение использовать именно туда ой какое интересное сочетание я первый раз так вижу из двух каркасов это фактически угловой каркас который поставлен прямо у меня жду золотые твой из двух полтишочков два полтишочка дула один метровый два полтишочка принципе два сантиметра должно мешать на по факту не мешает в общем здесь разделили мужскую зону и женскую у мужчин соответственно верхней одежды всегда меньше но больше таких вот вещей и при этом даже часть выделили вода какие-то дополнительные вещи кстати очень интересный шкаф давно не видела от дизайнеров готового решения необычного применения которую принципе икея не шибко использую чаще всего это база ну что друзья мы в принципе все что хотели по интерьерам вам показали сразу скажу буфей интерьеров немного но сам магазин нам понравился ну плюс из-за небольшого количества интерьера все они очень росты на похожи с интерьером нижний ногород который мы снимали уже не раз не раз смотрите пересматривать будем рады кстати а для тех кто вообще не знает куда он попал вы попали на канал про икея нас зовут татьяна и дмитрий по-другому нас можно в соцсетях найти неугомонные просины доставкой товаров икея мы занимаемся с 2010 года а youtube каналу нашему будет скоро уже целых четыре годика мы становимся взрослыми с пропадем в школу обязательно подписывайтесь и делитесь вашими комментариями как она вам ребят жители уфы давайте под этим обзором посчитаемся сколько людей вообще пользуется услугами уфы икеи уфа и сколько посредников работает в городе уфа именно на то есть с городом уфа на доставке и в какие регионы тоже очень интересно такую географию посмотреть мы хотим 100 тысяч коротко на 9 день рождения получился на мой день рождения получился а может быть это на нет а может быть на сентябрь день рождения сайберин в в основном это очень будет приятно вам мелко нам приятно да потому что мы стараемся 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 не растем но последнее время до количество подписчиков стало уменьшаться и как-то энтузиазм что не стал пропадать ну да потому что вот по-честному мы бы ни за что не приперлись в икеи уфа в икеи екатеринбург если бы у нас не было большого автопробега поездки по ключевым партнером сайберин волос кто не знает мы являемся сетевыми предпринимателями топ лидерами компании сайберин волос сибирское здоровье обо всем об этом нас есть второй канал куда можно пройти посмотреть и вот на самом деле если вы не сибирка целенаправленно было не за что не во первых где это не рентабельно от слова совсем тысячи километров до уфы туда-обратно 2000 то есть расходы на бензин аренда жилья питания ребят нет то есть доход ютуба как раз полностью зажал бы за месяц всю эту поездку нет с точки зрения предпринимательства нет так ну все закончили тему дальше погнали отметились у киева ставбик ставим вы тут были виртуальный пока нет физического и наклеечки пока ставим виртуальную вода он там все пока